Здравствуйте! Мы вновь приветствуем вас на совместном проекте телеканала «Звезда» и Госкино-хранилище «Летопись Якутии». Сентябрь. Начало осени, начало нового учебного года и день рождения нашего с вами любимого города. Якутску исполняется 382 года. В последние годы Якутск стремительно хорошеет, растет вшире и ввысь, на наших глазах, меняя контуры привычных улиц и кварталов. А каким он был в послевоенные годы? Есть горожане, которые помнят то время, время деревянного города. Именно тогда началось активное строительство жилых и административных объектов, строились заводы, школы, больницы, развивалась культура северного народа и, по сути, начиналась вся промышленность. Как жили 66 лет назад жители столицы, свидетелями каких перемен и новшеств они были. Об этом в киножурнале 1948 года «Советская Якутия». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Якутия. Край далекий, край суровый. Царское самодержавие превратило Якутию в тюрьму без решеток, в ледяной острог. В глухих таежных наследах прятали русские цари лучших людей России. Здесь отбывали ссылку великий революционный демократ Чернышевский, замечательный русский писатель Короленко, пламенный большевик Емельян Ярославский, славный соратник Ленина и Сталина Серго Орджоникице. Далека была прежде Якутия. Год уходил на дорогу. А теперь более 8 тысяч километров от Москвы до Якутска по регулярно действующей авиатрассе самолет покрывает 24 летных часа. Якутия занимает громадную территорию в 3 миллиона квадратных километров. Она больше всей Западной Европы. Бездарные правители царской России считали Якутию годной только на устройство ледовой каторги. Они не видели больших богатств этого края, его большого будущего. Под крылом самолета неоглядное таежное море. Лена На берегу Лены, где был глухой царский острог, возник новый социалистический город, столица самой северной автономной республики Российской Федерации, Якутск. Еще недавно на месте этих каменных зданий стояли жалкие хибарки, древние юрты. До наших дней сохранилась эта бревенчатая башня старой крепости, память об основателях города русских казаков. Политические ссыльные смело выступали против царских тюремщиков. В 1904 году жандармы три дня штурмовали дом Якута Романова, где во главе с большевиками забаррикадировались восставшие ссыльные. На этих ставнях сохранились следы жандармских пуль. На всю Россию прогремело это событие. Русский народ по-братски помогает молодой Якутской республике создавать на севере подлинно новую жизнь, достойную советского человека. Молодеет город, новые растут дома, на многих улицах укладываются новые торцовые мостовые, возникают новые кварталы. И в дни народных праздников на улицах Якутска так же весело и шумно, как во всех городах нашей Родины. Вот кому предстоит открывать сказочно огромный, еще во многом не тронутый богатство необъятного края. В Якутии построены мощные электроцентрали, кидающие энергией молодую якутскую промышленность. Первый в Якутии большой лесокомбинат. Леса огромные богатства республики. 148 миллионов гектаров тайги. Только в годы сталинских ветереток начали широко разрабатывать лесные богатства. Невелик этот первый на севере стекольный завод, но дорог и важен для Якутии. Раньше якуты не знали ни стекла, ни посуды. Веками ели из деревянных чашек. На этих первых предприятиях вырастают молодые индустриальные кадры Якутии, основа дальнейшего социалистического расцвета республики. Современные суда строятся теперь на своем судостроительном заводе. В столице Якутии пущен первый механизированный хлебозавод. Здесь выпекают хлеб не только из привозной пшеницы, но и из своей, якутской, созревшей под скупым северным солнцем на вечной мерзлоте. Вся земля Якутии лежит в зоне вечной мерзлоты. В летние месяцы почва оттаивает на 1-2 метра, и тогда ее можно копать лопатой, а дальше идет земля, твердая, как камень. Вы слышите стук кирки. Начался слой вечной мерзлоты. Но стоит ее сотреть, и она превращается в кашу. Академия наук СССР создала в Якутске специальную мерзлотную станцию. В подземной лаборатории, где и в жаркий летний день 5-6 градусов ниже нуля, ведется научная работа. Директор станции Павел Иванович Мельников со старшим научным сотрудником Андрианом Ивановичем Ефимовым исследует ископаемый лед. Эти кусти льда — остатки ледниковой поры. Им не менее 10-15 тысяч лет. Как на вечной мерзлоте возбегать многоэтажные каменные здания, строить фабрики и заводы, сооружать железные дороги? Перед якутскими инженерами и строителями встала трудная задача. Прогретый летним теплом, верхний слой грунта под тяжестью сооружений оттаивает, оседает. И вот что иногда происходит с домами. Но если опустить вглубь земли железобетонные сваи, вечная мерзлота сама становится крепчайшим фундаментом. На таких уходящих вглубь земли железобетонных столбах воздвигнуты в Якутии многоэтажные сооружения. Советские ученые решают и другую, важную для Якутска задачу. Вечная мерзлота броней прикрыла подпочвенные воды, поэтому в Якутске нет колодцев. Чтобы добраться до грунтовой воды, нужно пробить 200-метровый оледеневший пласт. Сегодня большой день в Якутске. Пробурена первая глубокая скважина. Воздух, нагнетаемый мощным компрессором, должен вытолкнуть воду из-под мерзлого грунта. Все готово к пуску. Воздух пошел в землю. Воздух, нагнетаемый мощный компрессором, должен вытолкнуть воду из-под мерзлого грунта. Держала советская наука. Директор мерзлотной станции товарищ Мельников докладывает на сессии Якутской базы Академии наук о новых задачах по изучению вечной мерзлоты. В работе сессии принимают участие профессор Бахрушин, профессор Цитович, секретарь областного комитета партии товарищ Минокуров и молодые ученые республики. Русские ученые помогли якутскому народу воспитать свою интеллигенцию. Авсентий Мордеров – кандидат философских наук. Он заведует кафедрой марксизма-ленинизма в Якутском педагогическом институте. Растут новые отряды учителей, агрономов, врачей, инженеров. Они воспитываются и здесь, в Якутске, и в учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Киева. Якут Елисей Тихонович Александров – ныне заслуженный врач РСФСР. Многих молодых врачей подготовил для Якутии русский хирург Владимир Сергеевич Семенов. Старый врач избран заместителем председателя Верховного Совета Республики. Якутия была краем трахомы, туберкулеза, вымирания. Советская власть создала в Якутии свыше 700 медицинских учреждений. Трудно будет сыну поверить, что мать его родилась в холодной юрте. Для детворы Якутии созданы благоустроенные ясли и детские сады. 30 лет назад на тысячи якутов было только 7 грамотных. Теперь на тысячи якутов только 7 неграмотных. Одной жизнью живут якутские и русские дети. В этой школе училась Евдокия Сивцева. И вот она снова здесь, в родной школе, учит детей на родном языке. Вернулся в школу к любимой своей профессии участник Великой Отечественной войны, учитель Павел Петрович Иванов. Крупнейшая на севере якутская государственная библиотека насчитывает свыше полумиллиона томов. Не было у якутов своей письменности, своих книг. Теперь у них и свои книги, и свои писатели. Сегодня писатель Николай Морденов читает друзьям свою новую повесть. На творческом вечере присутствуют сказители-поэт Михаил Терешкин, прозаик Николай Золотарев, поэт Абадинский, поэт Новиков Урастыров. Им есть о чем рассказать якутским писателям и поэтам. Их творчество вдохновляет великое обновление родной земли. Хочется обратить ваше внимание вот на что. В фондах Госкинохранилища огромное количество фильмов и киножурналов, в которых практически каждый может вдруг увидеть своих родных, друзей, просто знакомых и соседей в съемках разных лет. Если вам повезло, и вы такие кадры увидели, и хотите переписать их, в Госкинохранилище вы можете получить копию этого сюжета. Наш контактный телефон 44 88 61. Субтитры создавал DimaTorzok